Три, что ли, отлетают. В общем, ладно. Поехали смотреть. Первая пистолетка. Нави в атаке. Итак, Тойну. Хэдшот от Мэнника, на самом деле. Тойну, тем временем, пытается запушить там до конца, и Зевс это делает. Качественно напоминает, что у Зевса имеется определенную травму руки по закатка. И вот теперь по нему проходится катком Мэнник. Еще один хэдшот на Эдварда Симпл вместе с Флэйми. Два на четыре. Это два парня, о которых ходят слухи о том, что они хотят попасть в СК, и теперь они должны доказать, насколько это. Сейчас затылок получат. Получает, да, Дейвелл в затылок. И Александр Костелев. Все в ваших, даже не знаю, как сказать, ногах, руках и головах противника. Сейчас Саша будет на головах всех тут. Вопрос только в том, в какой позиции. Потому что сейчас он может упасть на шарте. Знаете, как его боятся? Один в четыре хоть и остались, и никто не идет чекать. Все в статичных позициях стоят. Вот, все, заметили, и сейчас будет стяжка. Ну, просто... Ты думаешь, это именно по отношению к нему? То есть Зевса бы сейчас запушили? Я думаю, нет. Я не буду там на личности переходить. Ну, этого игрока точно боятся. Хорошо. Ой, до свидания. 1-0, друзья. LDLC забирает себе пистолетный раунд за счет Мэнника и у отличного контрпуша на апартаментах. И он здесь полностью порешал вообще все, что происходило. Наверное, не поставили бомбу, поэтому им придется делать форсбай. И замечу то, что пистолеты вообще всегда у LDLC были неплохие. И напомню о том, что у команды, помимо ухода экзистанса, прибавился, конечно же, игрок. Это молодой француз Логан. Ему то ли 17, то ли 18 лет. Или 19. Мы смотрели как раз последний. В общем, супермало. А, Инферно тогда тоже было. Я помню карту как раз таки. И он там своих убивал на пистолетке. Точно, точно. Вспомнил? Да, было дело. В общем, ему то ли 19, то ли 18. В любом случае, парниша еще молодой. Так что, если где-то будет здесь чрезмерно эмоционировать и будет волноваться, то вы его простите. Хотя, на мой взгляд, потенциал неплохой совершенно. Стрельба у него есть. Передвижение тоже плюс-минус есть. И сейчас он играет соло Бэплэнд. Да, и причем он тащит свой коллектив на самом деле за счет вот своей стрельбы. Неплохо так. Будем смотреть, как против Na'Vi. Как против Симпла. Не будет ли дрожать у него руки? Да у Симпла уже ничего дрожать не будет. Он ждет, когда уже он попадет в СК. У Симпла-то не будет ничего дрожать. Я говорю, у Логана не будет ли дрожать руки против Симпла. У меня бы дрожало вообще все, что угодно против Симпла. То есть против тебя на сервер заходит Симпл. Все. ГГВП ливаешь и до свидания. Тойно. Хорошая стрельба по Зевсу. Сам получил немножко дэмэджа. Сыграл пассив вниз. Мачонский откинет. Мэйник тем временем в тюрьме. А Алекс остается на пленте. Очень зажатый играет LDLC. Сейчас со всех сторон можно будет обходить. И Зелени. Я на время с этим саппортаментов. И Шарта, и Флейми реализует два хэдшота. Мэйник остается один здесь. Он понимает, что надо прямо сейчас въезжать. Но Зевс чекает его позицию, пока он расправляется с Сашей. И остается два человека против четырех. Вспомнили вчера Тим Энвис, да? Как они прямолинейно играли через шорты и апарты. А вот здесь вот как раз очень грамотно все нави делают. Они именно с трех сторон на форсбай с своими СЗшками, с деглами. Они просто зажимают весь плент. Они зажали трех игроков. Двух игроков плент. Один был как раз в Агрэвьярде. Поэтому, ну просто было, да? В клеще забрать электроник. Ой-ой-ой-ой, как так? Он-то нею забрал, ты электроника. Ну дэмэдж он хорошо вписал. Электроник просто очень круто среагировал. Качественный отыгрыш от него. Логан остался один. И Фамос надо уносить на Т-спаун. Четыре человека живы. Много девайсов забрали. Две UMP-шки. М-ку. А не начало ли это конца, уважаемый Сергей? Вполне возможно. Вполне возможно. Заехала хорошо пистолетка для LDLC, да? За счет как раз маньяк, мы говорили, но сейчас как-то однокалиточно просто выбили. Флейми зашел, просто две башни и все. Так, ну идут у нас раскидочки по пистолетам. LDLC может придумать какой-то контрплан интересный. Выход, например, на мидл там под хаешки, но хаешек не купили. Окей, нет, это дефолт. Да, два человека на А, плен тройка. Усиление в начале раунда на Б. Попробуют подкидать тут флешки с Макия. Удержать своего оппонента от раннего пуша. Опять же, Нави, конечно, дураки. Они не особо сильно хотят играть по БПНТу в ранней стадии игры, потому что здесь против них цзшки. Можно напороться. Зевс, вот то, о чем я как раз таки говорил. Напоролись. Два человека погибают у Нави в самом начале банана. И надо забрать еще. Там калаш лежал, но его, скорее всего, не дадут. Слушай, а это поворот. Зачем М-ку вперед пускать? Пустите ЮМП-шку. На короткую дистанцию как раз ЮМП. Да, было бы лучше. Ну, они скорее пустили просто Зевс в замес. Он решил сыграть там на размене плюс Электроник. Должен был быть. Он под прикрытием, точнее, на прикрытие Зевса выступал. Зевса как раз не флешеный был, а Электроника, ему флешка вот прям около лица. Она взорвалась, поэтому ему там дольше нужно было стоять. И он поздно вышел на холпу. Логан смотрит на то, куда он может добраться. О-о-о! Не натренированные пиксели. Не натренированные. Вроде как миллион лет уже играет в это все. Ну, то есть он не миллион, конечно. Смог на грабли, на холпу. Смога тоже смог есть и на холпу. Подъезд от Тойнов. Усиление Б-планта. Три человека здесь. Кроме этого Дэвила надо еще будет зачекать наверху. У него три хп. Это еще два хп. Всего очень быстро его убьют, если все-таки заметят. Не, Дэвил просто топит одного. Никто не чекает здесь клумбу верхнюю. Лол. Дэвилу нормально вообще по жизни или что это такое сейчас было? То есть, ну, нельзя такие вещи давать Симплу, отыгрывать. Он же может всех еще и распетлять. То есть, ты обязан доигрывать до самого конца, если ты играешь против Na'Vi. Вообще против любой команды, которая сильнее тебя. LDLC — это коллектив, который на СЛ про лиги является где-то там, ну, второй, третьей строчкой снизу всегда. Так. Ну, у Саши есть еще время поставить бомбу. Вопрос только, дадут ли ему это сделать. Наверное, нет. Нет, уже не дадут. И, смотрите, Алекс просто остается в живых. И Манник... Ну, в смысле, не остается. Манник просто не выйдет. Зачем? Что это за потери девайсов? Что за дичь? Я имею в виду камон. То есть, посмотрите на экономику сейчас LDLC. Зачем? У вас два девайса осталось. Вы знаете, что противник не поставил бомбу. Куда вы идете? Я бы хотел, чтобы у Симпла совсем денежек не было. Вот. Чтобы он играл этот раунд... С Диглом, с которым он тоже всех убьет. Ну и что? Ну... Ну ладно, хватит уже так Сашу нахваливать. Все-таки Дигл не калаш. Ну, хорошо, ему бы дали калаш. В любом случае, экономика-то у Нави была бы плюс-минус на то, чтобы купить автоматические винтовки. Мы видим, что четыре штуки есть. Одна из них засейвленная. То есть, может быть, осталось бы три, да, там, купленных. Но это... Это вообще не действие. Я же не говорю про парня, который с ножом бежал. Это вообще просто... Маньяк просто выпрыгивал. Здравствуйте, у меня патроны закончились. Вот я с ножом. Чего он делал? Ладно. С ножом выпрыгивал, что он делал. А, ну да, что, в принципе. Ну, именно, что ему в пол вообще пришел в этот момент? Тойну. Вся 6 хп. Эдвард. Эдвард пройдет дальше. Эдвард. Иоан Сухарев хочет найти кого-то на свой Дигл. Но не находит. Потому что Маньяк его все-таки в контакте разобьет. Есть инфа по всем позициям. Есть инфа по Алексу, есть инфа по Тойну. Хороший выход от Тойну. На Зевса. Тот не смог выйти в коннектор в пламя-те время. На размене сыграл шарта, просто разбивая сейчас. Нормально. Нормально на разменах играет. Сейчас спокойно можно проходить. Сейчас где-то игрок. Ну, очень далеко, только СБ перетягивается как раз. Либо в миддл, либо сейчас вот только с библиотеки. Или... Арки будет выходить, поэтому... Логан через апарты. Ну, по таймингу уже, по таймингу. Я думаю, будут его читать уже. Поэтому он даже через ковры и не стал идти. Потому что сложная позиция. Все-таки через шорт. На сейф? На сейф, конечно. Сохранить калаш. А, нет, он идет. Раз, что, зачем? У тебя нет дефискитов. Хотя там, если трупы валяются, может, какие-то есть. Сомнительно, нет. Я не очень понимаю. То есть, неужели Логан думал, что он может перестрелять Симпла вместе с Флэйми из позиции, в которой ему надо идти на них, а они в статике стоят и ждут, когда же он придет на бомбу? Ну да, если бы был наоборот, то... Были бы хорошие шансы. Потому что Логан и вправду неплохо стреляет. Но, извините меня, тут крайне сложно. На самом деле, они, вот когда вдвоем, они не будут до конца тебе прятаться. Прости, но вчера против Na'Vi это работало. Пять хаешек. Вчера Na'Vi потеряли двух игроков в самом начале раунда. В этот раз не теряют. Все, поняли, поняли. Сейчас будет атака. Сейчас будет атака. И прорывается Electronic там в углу. Зажимает одного, второго. Electronic осталось совсем мало хп. Его бы неплохо добить. Но тут Эдвард просто встревает посредине всего этого дела. Это 2-3. Na'Vi пока расправляет своим оппонентом без апелляционного на LDL-C. Надо делать экономический раунд. Мы, скорее всего, увидим 2-4. Ну, нужно было на форсеток бежать. Да ладно, нормально. Ну, то есть, я имею в виду, хорошо, что пробуют. Ну, смотри, ладно, там с юспами, да, вот под флешку ты будешь врываться, там, как-то пытаться разменивать. Ну, у тебя карта такая, ты тут с СЗ-шками можешь хорошо. И в коврах минуса поделать, да, короткие дистанции. СЗ-шки хорошо работают. И где-то на Б-пленте тоже там подстакаться можно с этими СЗ-шками. Во-во-во, 4-4-4-9. Это их любимое. Это 4-D. У них еще есть 3-D на Апленте, на вот этой зелени, там, где стоит ящичек. Мы верили уже вот это вот от них, 4-D. Ну, красота. Сейчас будет сюрприз. Сюрприз для Зевса. Сразу можно увидеть, кто должен быть снизу, кто должен быть сверху по иерархии, по лестнице внутри команды. 1 хп взялся. Очень повезло, на самом деле, что не убили его в этот раз. Теперь двойная, смотри. Девил. Девил. Так, пропускает 1-го, 2-го стреляет. По 2000-й не особо работает. Электроник, Симпл. Пытается добрать. Ну, тут легчайший раунд. Опять же, самое главное, что на Ави не потеряли ни одного игрока сейчас. Симпл с глага забирает. Что ж, погнали дальше. Там, кстати, момент именно в том, зачем нам говорят, что мы облизываем слишком сильно Симпл. Мы просто облегчаем жизнь LDLC, потому что если мы накаркаем максимально Сашу, то, может быть, он деактивируется из этой карты и не вытащит своим тиммейтом. ХЕ-шки, ЦЗ-шки снова от LDLC. Они могли, в принципе, байт с М-ками, но полноценного по раскидкам и диффуске там не было бы. Но снова форс и попытка закидать оппонента по полной. В предыдущий раз вообще ХЕ-шки не носили практически никакого урона. В этот раз то же самое. Просто сколько это получается? 5 на 3? Это 1500 голды в никуда вообще, в пустоту. Флэйми сейчас может стрелять. Так и происходит. Маньяку забирает, забирает Калаш. А где Калаш? А где Калаш? Калаш не взял. Алло! Вернуться надо! Вернуться, швейцарец, камон! Где Калаш? Вот Калаш. Хорошо нашел, молодец. Забрал, уже идти обратно. Поглубже. 10 из ПТНФ. Но шансы есть у LDLC. Они в этот раз, несмотря на то, что зарашили мидл, они не стали идти слишком глубоко. Плюс Нави играли по С2, только одного оставили на яме, а именно Зевса. Он выжил. Не выжил только Флэйми. И чек идет. Медленно Нави раунд разыгрывает, потому что понимаешь, что в агрессии будет MLDLC. Кто-то здесь люркером мог бы остаться. Поэтому чекают все возможные входы-выходы, подходы, нычки. А я напомню, что, друзья, это вполне возможно. Но, опять же, по неподтвержденной никакой ничем информации, это последние игры Симпла и Флэйми в Нави. Ну, как минимум, возможно, Симпла. Никто не знает точности. Я ничего не знаю. Маньяча по таймингу пропускает на мидл двух игроков команды Нави. Ой, и Эдварда тоже. Не находит, даже не накоцал. Поэтому электроника забирает на B. И будет выход на Девил. Должен сейчас как-то сдерживать в соло. Планта. Но он засядет на дефолт. Одного в спину может забрать, наверное. Ну да. Если его не зачекали. Зачекали его. Нет, не до конца его зачекали. Зев что-то пострелял, отвернулся, потом еще пострелял. Его простили. Здесь за эту мини-ошибку. Да он сам простил, на самом деле. Зевса тоже. Так я говорю, Зевса простили. То есть Зевса, по-моему, не видел. Он просто спреил на чек или что-то такое. То есть он, видимо, не понимал, что там находится оппонент. Решил просто проверить. Логан вместе с Тойно. Два на три. Есть флэш. Есть флэш. Но флэш это под калаш будет. Своя же флэш. Человек с калашом. Вот, еще один калаш подобрали. Тогда можно уже выходить. Ну да, это на сейф. Тут уже под сейф пойдет полный. Тойно пытается забрать. Минус Зевс. Дифузов нету. Дальше не пойдет. Трудно разыгрывать этот раунд уже. Да, на простойте в коннектор. Симпл сейчас может забрать. Мог бы остаться Тойно. Ну что ж, друзья. Продолжаем смотреть Дэйн Фернона, который нами, как вы знаете, очень и очень опытный. Вторая карта у нас будет Данюк. Будем надеяться, что она будет немножко более разнообразна. Потому что пока LDLC не играли нормальных девайсов. Вот сейчас АВП может быть появится. Да, Тойно возьмет себе снайперскую винтовку. Логан Дэвил и компания со штурмовыми, в свою очередь. Пока что у Алекса только один килл. Британию в составе LDLC не смотрится. Но, может быть, будущим себя покажет. Пока что лучший игрок в команде LDLC это Мэнник с 7 киллами. Да, вот Тойно это АВП через раз идет. Потому что он не очень стабильный, наверное. Снова атака через С2 от Нави. Не пытаются они занимать Банан. Не пытаются вообще по нему играть. Составляет только одного Зевса на старте Банана. Стороны Ямы. И все остальные играют через апартаменты. Сейчас LDLC имеют здесь усиление через двух игроков. Мэнник и Алекс могут принимать эту точку. Алекс в любой момент может подключиться через бойлерум. Или подойти уже поглубже на плен. Четыре человека у LDLC на А точке. Дэвил пойдет под флешку. Или нет? Где флешка? Там очень грамотно Зев стоит. Очень грамотно Зев стоит. Подожди секундочку. Тут еще Дэвил. Отстреливает одного. Его не дочекали. Второго. Неплохо. Третьего сносит Алекс. Отличнейшая работа от французов. Они полностью усовят Нави в их атаке, в их собственном соку. Но теперь два килла от Симплей он пробивает себе путь до А точки. Поставит здесь бомбу и может разыграть клатч один в два. Сейчас еще смок, наверное, уйдет. Вот после таких моментов хочется спросить. Не видели его. Просто не видели. Его пропустили на апартамент и теперь ГГ. Ну то есть Семиду Дэвил ничего не может поделать в большинстве. То есть шансов у него, наверное, 5%, может быть, 8%. И дело не в том, что это Дэвил против Симпла. А дело именно в том, что позиция. Хотя Молик есть. Позитив ими. О-о-о-о! Саня подсгорел. Саня, Сайберскул. Дефуза есть. Да, это раунд для Тима ЛДЛС. Или нет. Он сейчас сам бы сгорел бы. Куда ты прыгаешь-то вообще? Четыре хп осталось. Он понимает, что бомба слишком быстро пищит. Лол. Это был очень тонкий раунд. Но это те самые лево, которые мы говорили в самом начале каста. 13 киллов от Саши. Все-таки он проигрывает в этом раунде. DLC забрали. Сейчас они закупаются. Снова АВП от Тойно. Остальные с М-ками. Флешки полетели в самом начале на мидл. Нави в этот раз все-таки пытаются сделать немножко агрессии в стороне банана. Зевс получает на самом деле себе очень много дэмэджа. В самом начале раунд Тойно, кроме этого, еще выносит флейми. Меньшинство для Нави. Эдвард. Иоанн. Куда ты идешь? Ну, позицию занял. Позицию занял. Сейчас маньяка может попытаться снять. Пока затишье. Флешка от Дэвила хорошая на банан. Как раз-таки под раскидку. Смог в Плэнт. Это от АВика. Наверное, будут заходить в эти смоки. Или еще подождут. Что по раскидкам? Раскидки хорошие. Есть еще два смока. Есть. Можно и на гробы положить. И опять же на хелпу второй волной. Только обязательно нужно спину контролить, чтобы тебя прям сразу не поджали. Сейчас могут заставить на поздних таймингах перетянуть с LDLC обратно на А-плэнс. Нет, нет, нет. Алекс остается все-таки укрепляется на Б уже в глубине. Не поверят. Не поверят. Тут единственное, что проблема для LDLC. У них нечем удержать противник, кроме контрфлэшек. Вот одна флэша. Хорошо сделал Логан. Сейчас все. И еще и выиграть второй волной. Третьего. Господи, что творит молодой? Логан Росомаха растворяет Na'Vi. Ей теперь только остается Симпл. Он один. У него 24 секунды. Все крайне печально. Замечу, что Симпл постоянно остается последним игроком. Выжившим у рожденных. Побеждать. Это сэвить надо. Сэвить будет на банане. Скорее всего, свой авик захочет его отдавать. А его тут зажимать будут. Есть флэшка от маньяка, который будет давать. Грамотно сейчас Симпл делает. Если увидит, конечно, всех. Но будет под флэш его. Сейчас флэш должен залетать в спину. После времени убить бы его. После времени что? Ну опять. Каждый раз они пытаются выбить девайс. Еще последний бы еще хедшот сверху залетел. Да, просто плюх последний из деглас словил бы. И минус 4. Господи, в линейку выходить. Что происходит? Я не понял. Флэш же вылетал, да, помню? Или нет? 17 килов. 17-3. Опять же, 4. А потом ответ этому человеку. Зачем вы восхваляете так Симпл? Да вот, за что. Да кроме этого, 7 из них они сделаны после окончания раунда, в котором он проигрывал. Вспомни. Один, который он был на п-планте уже внутри, на фонтане, где он убивает троих. Это еще четверых. Он же и делает. Эдвард Молотов. Жуть. Но зачем его добили? Он бы все равно сгорел там. Мне кажется, тут сейчас идет выпускной экзамен в школе Дани. Зевский берскул, выпускной экзамен. Все горят. Ну, пока у нас пятерочка. Ну, Саша. Нет, помнишь матч был, когда что-то они не хотели дарить фармганам как раз деньги, и просто пятером встали в молотку, сгорели все. Что такое было? Вот это выпускной экзамен был. А, это последний звонок был. Последний звонок. Это Алекс. Выезжает на мидл из смака в матрице. Выход дальше на бойлерум. На Абе. Играет крайне медленно. Они не отдают никакой информации о месторасположении. С раскидкой плохо. Очень плохо сейчас. У Эл делал 7, 2 флешки, 2 хэшки. И у Мэннику и Алекса вообще ничего нет. У Анабленте. Я думаю, уже потратили. Дело-то в том, что это все раскидки на Б. На А вообще ничего нет. Выход на сухую. Убили одного. Убили второго. Нет, Мэнни все еще держался. Но пока симпл не пришел. И не выстрел из своего большого зеленого длинного. Логан. Флешка от него. Надо выйти сейчас в библиотеке. Зачем эта флешка была прорезана сейчас? Не очень понятно, что там смок все равно лежал. Наверное, об этом не знал. Хэшка от Тойну. Влетает в никуда. Это было очень красиво. Почему нам это не показали? Это было очень красиво. Я думаю, на хайлайтах. Ладно, здесь выход. И все-таки двоих он не убьет. Логан забирает раунд. Отличная работа от LDL. Как же они... Знаешь, вот эта импровизация. Это самое главное в КСе. Очень часто именно она решает в клатч-моментах. Именно поэтому, например, ZipX хорош в этом. Сейчас этот рандбуст... Это красота была. Сладко. Жалко, что мы не увидели этот лесотой. Но это было бы еще красивее. И совершенно не среагировали Na'Vi в этом моменте. 5-5. LDL-C борется за De Inferno. Французы смотрятся здесь уже намного лучше постепенно. Хотя, опять же, каждый раунд очень серьезные проблемы бывают с плантами, с защитой. И уже приходится действовать на ретеке. Simple. СВП. Просматривает middle. Выстрел. Неточный. Alex. Выход от него. Очень много дэмэджа получает Electronic. Но добить Alex не получается. Британец уходит обратно во своя си на upland. При этом всем на размине от Na'Vi ничего... Да, хорошо на самом деле настучали по Na'Vi. Два игрока имеют 16 хп. Поэтому там по пульке надо... Будет дать. Может под какие-то хаешки встанут. Поэтому все равно неплохо. Хоть и минус не дали, но... Дэмэджа много. Electronic. С МАК-10. Да, поменяли с девайсами. Но это грамотно. И Flame отдали авик, и Electronic отдали МАК-10. И три калаша фуловые взяли у нас. Ребята. Zeph, Simple и Eddard, соответственно. И снова ситуация по раскидкам нулевая для LDL. Одна флешка. Точнее, две флешки. На аппленте одна флешка, на самом деле. И так, из трех игроков на B, меня вызывает вопрос. Потому что инфы никакой нету о том, где находится противник. Вообще не получают сейчас LDL. Ее начинают пушить. Вот это правильный маневр. Выйти спокойно. На шифте. Зачем бежать? Зачем бежать на шифте? Двигайтесь спокойно под инфы. Могут услышать. Вот теперь уже все понимают. Хэдшот на флейме. Дальше выйти. Теперь еще и бомба, кстати. Под контролем у LDL. И главная снайперская винтовка. Той, но тот поторопился. Открылся снова второй раз под выстрел Эдварда. И получил, соответственно, заслуженно в голову. Выход в сторону Апплента через две позиции. Хотя это, возможно, даже Б-точка. Логан очень грамотно двигается на библиотеке. Покажите нам его, пожалуйста. Эй, Зевс! Как? Так? Логан, ты же читал. Прям чувствовал противника. Сейчас от Дэвила будет очень много, на самом деле, зависеть. У него MP9. Его будут смотреть на банане. Они знают прекрасно, что он там находился. Один красный. Вот, вот, все. Отзвонились с маками. Он вышел, смотрит в бок. Ну, Зевс очень хорошо проконтролировал эту ситуацию. Потому что могли бы забирать сейчас. Он бы мог забрать сейчас двоих просто. Одного красного Зевса, который там 3-4 хп имел. И второго просто. На самом деле, если бы он забирал бы хотя бы бомбера. И отходил бы обратно, то он бы выиграл раунд. Потому что там восьмая минута. Значит, восьмая секунда шла. Даже седьмая уже. И был бы неплохой шанс, что Нави не поставит бомбу. Тупо не успеет. Поэтому браво Даня. Да. Браво Даня. Два килла очень важных. Один на перетяжке с коннектора. Где Логан должен был контролить. Но его спрей оставил желать лучшего. Будем надеяться, что Логан сможет сконцентрироваться на игре. И Тойну тоже самое. У Тойну была важнейшая позиция по контролю над бомбой на миде. И после подобных фейлов любая команда должна заставлять противника проигрывать. То есть Нави уже должны были потерять тот раунд. Но LDL-C. Это не та команда, которая может их остановить. Через смок прострелом по Девилу дает. Отлично. Выход на шорт. Опять будет довольно-таки быстрое. Довольно быстрый выход на. Ой, Девс позицию занял сейчас с макея. Как сейчас неприятно будет. Вот сейчас Логан контролит Девса. Электроник забирает двоих. Флейми размен Тойну минус Флейми. И два игрока просто убегает опять на б. Опять той же дорожкой. Но хороший бой дали LDL-C. Будем честно, три килла не сделали. Но, конечно, нужно больше было. Следующая эко просто будет. Ну, с одним калашом, если Тойну засейвит. Если Тойну засейвит. То Тойну не будет сейвить. Тойну пойдет драться. Поэтому прекрасно понятно. Электроник не зачекает. Он просто слышит. Он не чекает. Жуть. Жуть. Страшно, как выглядит для LDL-C данная ситуация. Потому что мало того, что они проиграли Force Buy, они сейчас будут вынуждены делать экономический. Что означает, что мы увидим 5-8. А Na'Vi потом уже могут спуску не дать. Они уже практически точно выигрывают на первой половине. Ну и, в принципе, да, инферно логично, что они хорошо играют. Мы все прекрасно знаем, насколько много они его исполняли в последнее время на официалках. А вот Донюк, может быть, будет немножко более сложной картой для рожденок побеждать. Может быть, поценировали как раз в последнее время. Берут 3 по 250-х. Это значит, у них по 1700 денег где-то сейчас у всех. Но хотят за этот раунд. Может зацепиться девайсом. Вот он, вот он. Да-да-да, четверной. Ну и тройной, на самом деле. Там сзади один человек стоит два. Ну да-да-да, тройной, то есть. То, о чем мы вчера разговаривали, когда видели. Один вон еще на постраховке выходит, где малые пески как раз. Оп. Да, это два в горизонтали, два вертикали. Такого не могли никто. Точнее, не могли, наверное, ждать, если не просматривали карты. Ну, в смысле, записи. Потому что по записям, я думаю, все помнят, как играют здесь LDL-C. Но стак не получился, стак не сработал. И LDL-C проблема немножко с деньгами имеется, потому что АВП не будет. С раскидкой будет проблема. С раскидкой не будет, да. Будут смоки, конечно же. Первые арморы, но... И ноль диффуз-китов. Забейте на диффуз-китов и на ретейк всего три флешки. Противник бомбы не ставит, он же просто на это не способен. Поэтому какие диффуз-киты забудьте. Лучше лишние смоки купить. Хотя, в принципе, в общем и целом здесь есть своя правда. Но Алик смог бы второй армор и не покупать лишние раскидки получить. Нави. А Нави не спешат, они переживают эти смоки как раз. И это сейчас им на руку будет. Что за массовое стреляло в стенке? Фестиваль? Дал бежки в стенку. У меня так соседи делают, если я громкую музыку вставляю. А ты стреляешь в стенки в ответ? Конечно. Из душа. Ну что, Дэвил, опять под флешку, опять в миддл? Будут давать ему кто-то пятый. Да, вот она флешка. Сейчас Тойно пойдет и Дэвил будет уходить. Флешка полетела. Симпл. Неплохо сделано. А Дэвил, на самом деле, бомбардира. Команды Натус Винсера сейчас убили. И можно двигаться дальше. Нави выходит на шарту. Какой брик. И еще поехал от Эдварда. Дальше надо еще работать против Тойно. Тойно, ответочка от него неплохая. Но Тойно вместе с Дэвилом очень-очень красные. Они на одной и той же позиции. И, честно говоря, это лакомые кусочки сейчас для Нави. Если они, конечно, проголодались. Если нет, то, в принципе, может быть и бегать. Молотов туда какой-нибудь закинуть. А нету, нету. Ни хаешки, ни молотов вообще. Две флешки и дым. Может, что-то подобрать можно с трупиков? С трупики. По одной пульке. Сейчас я говорю, вот просто лакомые. Просто спреем собрать. Но вот в ответ тоже можешь залететь. Вот Дэвил они будут читать. Увидели. Дэвил увидели. Ну-ка, ну-ка. Раз. Ну, говорю, это просто вот с голубой каемочкой парни сидят. Да даже если бы они фуловые были, тут именно хедшоты залетают. Дело еще в том, что вы слишком не широко играете. То есть я понимаю, что они закрылись из-за того, что они думали, что противник уже будет выходить. Но, в общем и целом, играть без песков. На Апленте это не вариант вообще. Но они никуда не могли деться. Они не могли поменять позиции, потому что там очень жесткий размен шел. Как раз они такие красные. Если бы они передвигались в пески, то могли бы там их забирать именно на этом передвижении. Поэтому они остались в Апленте. И дрожали. Девятый раунд. Отправляют скопилку Нави. И совсем плохой бай будет сейчас у нас LDLC в последнем раунде. Сколько им дадут? По 2.400, по-моему, да? Да, 2.900 уже. Как-то что-то печально для LDLC все происходит. То есть есть какие-то маневры, которые получаются у них очень даже неплохо. Но потом начинаются эти серии раундов, где их снова даунсайдит сильно. Последний раунд на первой половине LDLC сейчас будут уже переходить на атаку. Посмотрим, что они там смогут сделать. Ну а пока эмки, юмпшки, фамосы. Ну вот да, как раз таки они отказываются от эмок в пользу фармганов для того, чтобы взять себе побольше раскидок. Да, эмпшка нормально решает. Тут короткие дистанции на инферно, тут эмпшка тоже может нормально залетать. Под флешки вот такие вот выходы в мидл. Эмпшки спокойно можно минуса давать. Вопрос только в том, почему они до этого так не делали. Почему они просто играли без раскидки? О, опять. Очередной 2D в апартах. Фанаты просто. Наверное, эту команду надо было назвать 2D. Или 3D, 4D. Смотри, это охота за Эдвардом, да, потому что он постоянно в апарты здесь вот играет. В апартах. Скажите нам B, пожалуйста. Эдвард не идет, да. Там все под B. Все под B, и Дэвил вместе с Логаном должны будут обороняться. При этом у Дэвила еще очень много раскидок на удержание. Хаешечка. Вот это хорошее. Кстати, хаешку очень много отняла. Тем временем правой кнопкой мышки Молик залетает. Но он сразу же тушится. В флэме ничего не чувствует. Дэвил под флэшку выйти. Найти противника спейт одного-второго. Ответочка неплохая от нами. И они залетают на B-плэн. Главный вопрос к Логану. Остановит дело от оппонента. Остановил одного. Сразу же разменка от Эдварда. Надо ставить Бобу. А Бобу-то подобрать. Алло, она лежит. Она лежит теперь под контролем у Мэнниэка. Тот с Юмпэхой может зажать. А до времени с этим еще и на Банане находится в Тойну. Надо этого смог откинуть на хлыпу. У него есть мочок. Или просто поставить. Угол плохой. Симпл над контролем. Ну, плохой угол. Просто не пикает. Дали поставить. Да, дали поставить. На изящах. Еще и теперь разошлись парни по углам. Сипл сетом дает 20 включительных килла в этом раунде. ЛДЛС был хороший вариант. Там Дэвил очень классно вышел. Сделал свои 2 килла через флэшку и Фамос. И на Ви были остановлены на какое-то мгновение. Но, к сожалению, для ЛДЛС ничего не получилось. Потому что дали все-таки и Эдвард. Смаки не раскидывал никуда. Ни на катушки не кидал. Ни на холпу не кидал. Поэтому можно было выйти откуда-то. Чекнуть Бэйли. Симпл просто. Его палки. Согласен полностью, друзья. И напоминаю вам о том, что вы можете писать нам в твиттер по хэштегам ksgoerohub для того, чтобы иметь с нами обратную связь. И самые интересные твиты появятся на экране. Поэтому вы можете рассказать про то, как вы болеете. Фотографировать своих домашних животных. Или свой сегодняшний день. И про еду мы тоже не забываем. Мы очень много сегодня о ней говорили. Так что можете рассказать про то, что вы любите. Помимо хачапурок, маршмелушек и оливьешек. А у нас продолжение Инферно. Где борьба, к сожалению, как в принципе. Все догадывались, да. Если взять коэффициенты 1,23 на Навину. Было логично то, что они должны топить оппонента. И сейчас 10-5. Это неплохой счет. Но верой в ЛДЛС все меньше и меньше. И вопрос скорее в том, какой счет будет у нас. Опять же, пистолеточка решает на таких счетах. Потому что всегда можно сделать до 10-8. Ну, 10-7 хотя бы. И потом уже отталкиваться от этого. Потому что все-таки Инферно уже не такая жесткая карта, как она там раньше была. Что здесь защита прям жестко валит. И ты не можешь пройти. Здесь очень много раундов. За атаку забирается. Поэтому в ЛДЛС есть хорошие шансы подкомпатчить. Главный вариант, это как вчера у нас, помним. Envis просто доджили Симпла на B. Они ходили постоянно на A. Саша там. Ну, плохо ходили на A. Ну, не очень хорошо. Не очень широко. Опять же, не использовали зелень. Не 55. Не ходили на коннектор. Не ходили на библиотеку. Малые пески. В общем, там было все очень плохо в этом вопросе. Но они доджили Симпла постоянно. Может быть, другие французы из ЛДЛС. Хотя там французами не очень много пахнет. Если ты не идешь к Симплу, Симпл идет к тебе. Да, но все равно согласись, ему-то приходится двигаться. Это сложнее в разы. То есть надо что-то делать. То есть статики. Пришел на точку, нажал на левую кнопку мышки. Люди умерли. Ты доволен. Да, и попадаешь в СК. Если придется на перетяжках играть, то можешь остаться в навею. Если нажимаешь правую кнопку мышки, то куда попадаешь? То зум. Зум? Зум. А если свитч? То прямиком куха на тренерский просто пост. Там ух ты расскажешь, что такое свитч и чем он плох. И что может произойти. Пусть здоров, бро. Спасибо. Вот. Вторая половина не за горами. Не знаю, какая у нас там пауза. Вроде как обычно мы намного быстрее начинаем. Опять же напоминаю, что помимо Navi и LDLC мы сегодня будем смотреть еще и Fnatic против команды Norse. Да что они против шведов? Получается, что дерби скандинавское. Но при этом мы все прекрасно понимаем, насколько в хорошей форме сейчас находится Fnatic. Они в одной из лидирующих частей таблицы находятся. Норси в свою очередь только адаптируются играть с Мерцем и Керби, которые только пришли в их состав. Знаете, кто чемпионат подряд взяли? Да. Как раз таки Котовицца. Стоп. А какой второй? Твой нелюбимый Веск. А, Веск. Я не знаю просто, кто брал Веск. Я настолько вообще не интересовался. Ни сотой секунд даже не посмотрел. В общем, выигрывали они чемпионат. Ну, я не знаю, можно ли называть это победой. Понимаешь, над чем-то. Да, ну вот эти все сборные, непонятно, еще что-то такое. Ну ладно, это все мелочи жизни. Тем временем мы отправляемся к вами на первый раунд. Вторая половина и защита от Na'Vi. Стакна у нас от Na'Vi. Одного Симпл оставляет у нас на катушках. Посмотрим. Флейми пушит мидл. Аликса должен встретить. Видит его, увидел. Аликс задавил его. Отлично, британец. И Зевс еще почти в голову дает. Слушай, тут можно вытаскивать. Точнее, нужно вытаскивать. Потому что иначе они просто проиграют это до инферно. Флешки полетели, молики полетели. Симпл. Симпл стоит здесь просто как царь горы. Ну, попасть ни по кому особо не получилось. Электроник начинает тоже спрей сквозь ног. Симпл, Симпл. Ну, что ж так долго? Симпл забивает. Здесь несколько человек. Могли бы уже прийти к нему в гости. Но все еще боятся. Играют на коротке Зевс. Чекнул машину. Чекнул Дэвила. Задавил Дэвила. Отличное. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же жестко. Электроник, царь. Вот что называется. Одно дело зайти, а другое дело защитить. Еще бомбу. И LDLC мы видим просто по углам зашли. То есть они просто-напросто попытались играть на удержание. И не агрессивно, а глаки в таких ситуациях проигрывают и статики юспам. Потому что юспам только и надо, чтобы ты встал на позицию и не двигался. Электроник они задавили. Это они грамотное решение на самом деле делали. Они вдвоем шли на катушки. Просто электроник две башни там дал. Вот. Если бы они его задавили, моментально убивали, то могли бы занимать потом как раз-таки грабеть и оттуда уже играться. Да, так и есть. Очень важный килл был. Могли бы дальше пройти еще глубже. Ну, то есть, не знаю, почему они так долго фамильярничали с Симплом. Его надо было задавить просто. Да, да. Ты слышишь, что он через тебя, через смок шьет в тебя полную обойму с юспа. Но на перезарядке его поймай просто вдвоем выскочит задавее. Как раз на короткой дистанции иглок. Там все. Все может сработать. Кстати, Алекс выдержал идеальную точку для того, чтобы посидеть между двумя молниками. Флешка полетела. Смок против него. Саша играет в упоре. Саша регулярно, кстати, использует эту позицию. Еще дает подсадку Эдварду. Опа! Вот это опасность. Так шальна. Императрица сейчас залетела. Скорее богиня. Сквозь смок и LDLC отойдут, я думаю. Особо бороться здесь не имеет какого-то смысла. Просто либо схалдить, либо отойти в сторону аппланта, где уже имеется мэнник, который проходит там на апартаментах. Чекает ситуация. Или все-таки Б. Да, стакнулись на Б. Окей, ЦЗХи будут пытаться убивать. Вот зачем здесь в такой позиции стоит? Ну, под флешечку идти, да? Ну, под флешечку неплохо. Ну, а дальше надо уйти. Тебе просто сейчас задавит. Ты же видишь, что там был пейзаж чей-то. Ну, он пытается собрать инфу. И, в принципе, наверное, какой-то мере он прав. Потому что они все еще усиливаются на Б. А только два человека. Это не дефолт. С Флэйми он в хороших позициях стоит. Ребята из Natus Vincor как раз. И ковры контролируют. И в песках больших у нас находится электроник с М-кой. Так что может спокойно двоем защищать от плент. Но вот и Флэйми могут задавить. Да, Флэйми давит. Раскидок вообще нет у Na'Vi. Кроме этого еще и электроник на песках. Его не чекают. Что? Лол с боками, с боками. Логан зашел. Все сделал грамотно. Тем временем еще и Алекс убивает на коннекторе Зерса. Остается Эдвард. Зачем пошел Алекс сейчас туда? Непонятно. Это сейф. А, он хотел выбивать Эдвард до конца. Кстати, мог бы выбить его. И это сейф до двух девайсов для Na'Vi. Слушайте, но хороший шанс появляется в LDL. И зацепиться на второй половине до Инферно. Хотя бы не в Салат проиграть эту карту. Что позитивно? Флэйми зря вышел чекать. Стоял бы уже до последнего. Потому что, наверное, на Воки выходили бы ребята из этого LDL. Ну, я не знаю, что он тут хочет найти. Девайс? Нет? Нет. А девайс так где валяется? Левый девайс уже забрали. Вот он. Найс нашел. Well played. Well played. Na'Vi сейчас надо немножко поднаторить, чтобы использовать два своих девайса. А именно М-очеком вместе с MP7. И этот раунд очень-очень технично привели LDL. Они поборолись на банане максимально. Создав впечатление, что это будет именно B-плэнд. И с ТЗ-шками это было бы супер логично. Впоследствии перевели свое внимание именно на A-точку. И убив Егора Васильева, им открылся полностью весь А-плэнд. Электроник ничего там сделать не смог бы в любом случае. ТЗ-шки, кстати, от Na'Vi в ответ. Фортбай. Угу. И MPH. По максимуму закупились. Закупились. Ну, по раскидкам все крайне грустно. Сейчас Na'Vi придется что-то придумывать. На стрельбу податься играть. Есть поджим. На Na'Vi на апартаментах. И Симпл еще с Юспом специально пострелял, чтобы забаять и так противника. Флэшка. Оп, выход. Лол. Они просто друг друга не видели. Тут, на самом деле, кому быстрее повезло. Точнее, кому повезло отстрелить голову в флэшке. Тут, на самом деле, Зевс очень хорошо. После этой флэшки впитался. Ну все, полетели. Полетели парни. Сделал DLC. Ничего у них не получается ни на A, ни на B. На апартаментах их приняли двое с флэшки. Сейчас их просто пробивает сквозь маке. Их блокируют. И они не знают, что они делают на этом до Инферно. Na'Vi не потеряли ни одного девайса, ни одного армора. Вообще ничего. Вспомним. Еще и забрали тяжелее. Вспомним, Форсбай первой половины. Они тоже практически ничего не потеряли. Одного. Зевса, по-моему, только потеряли. У них 4 человека живых осталось. Против Раш и Сэзэшка они выступали тогда с хэшками. Да, и Форсбай плохо у нас с TML DLC отыгрывают. Очень плохо. К сожалению, для них нужно немножко больше активности. Возможно, сейчас от LDLC. Есть калаш. Это соло-герой от Тойну. Остальные с Сэзэхами. Выход в сторону миды. С С2 и С1 также. Алекс немножко продамажен. 82 хп осталось. Сейчас чекает мидл. Но при этом нави, мы видим, играют супер глубоко. Они высылают только одного симпла на агрессивную позицию на банане. Все остальные игроки пока что достаточно спокойно отстаивают свои точки. Есть электроник на своих любимых коврах. Здесь либо он, либо Егор играет. И Элик пошел. Элик пошел на разведку в соло. Если он проиграет свой пост, то он отдас калаш. Кроме этого, на размен никто не выйдет, потому что его тиммейт достаточно далеко. Но Денис вчера очень дисциплинированно отыграл как раз это инферно, поэтому его очень трудно на самом деле с его позиции выбить. Зевс. Не надо никуда ходить. Стой. Я его за майку держу. Стой. Стой. Не ходи. Качалка сзади. Я его держу. Не надо. Держу. 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 Ну все хорошо уже. Нормально. Мэник ошибся здесь со своим стрельбой и движением. Тем временем электроник на песках. Есть движение от Алекса. Алекс. Диас минус еще один в коврах. Там же электроник. Отблокировали. Отблокировали. Все шансы LDLC приграли. Я думаю, они проиграны были там на апартаментах, когда все-таки Зевс затащил. И опять минус пять без потери девайсов. 13-6 с NAVI. Ну, это все. Это, мне кажется, сейчас 14-й раунд. Потому что сейчас фуллэка должна быть от MLDLC. Потом уже как-то цепляться с калашами. Ну что ж, друзья. Я надеюсь, кстати. Вот помнишь, мы с тобой разговаривали по поводу одного месяца от Mixwell французского языка. Перед тем, как он пошел играть с французами из G2. Возможно, что сейчас самое время пойти на курсы португальского языка. Чтобы записаться в SK Gaming? Да, чтобы записаться в SK Gaming. Заранее. Потому что, ну, вдруг все-таки прогорит, да? Вдруг они возьмут и попадут. Как говорить-то нормально. Simple. Ну, то есть я разговаривал с SK, они говорят по-английски на самом деле. Причем на таком достаточно нормальном округом английском. Только фоллэк. Очень хорошо разговаривает на английском языке. Так адекватно. Так себе, вот, остальные там уже плюс-минус как-то не очень. Нет, так и на среднем вот этом русском, знаешь, варианте говорит. То есть акцентик, но... Калдзиро не очень разговаривает на английском языке. Да, средненько. Ну, давайте, опять же, будем надеяться, что португальский им дастся. Конечно, бразильского формата, потому что там явно есть очень большие различия, чтобы вы понимали. Что можно даже назвать его бразильским. Флэйми. Вылет от него. Твой, ну, отлично. С этой карты. Быстрый выход на просплита. Да. И здесь главный вопрос, конечно, не к Зевсу, а к электронику. Потому что Элик сейчас может выйти в совершенно внезапно с апартаментов. Хотя на апартаментах есть еще и Алекс. Алекс может зажать сейчас со спины. Алекс вышел. Но, наконец-таки, вышел. Но он потерял уже всю команду, пока он шел. Зевс. О, мэ, г, в, т, ф, что это за Зевс? Зевс. Что это было? Что это такое? А что он подрубил себя? Даня включился. Минус четыре. Я имею в виду, давно ты видел, чтобы у Зевса было 18 киллов, при том, что у Флэйми 11 и у Эдварда 17. Может, ему почаще руку растягивать? Может, проблема как-то, что она у него замкнула на протяжении года, и сейчас он ее... Почаще на коньках кататься? И сейчас она в себя пришла. А может быть, это вдохновение от коньков, понимаешь? Очень много мужчин, они закрыты в вопросе танцев. Они считают, что это плохо. А это, наоборот, раскрыло его душу. Ну, опять ты начинаешь вот это с вами танцами. Я знаю, знаю, да. Тем не менее, выход... Это специальный байт просто на КП Прайд, если что, в чате. Чтобы вы понимали, смог на бойлер-рум от Флэйми. Зевси просто идет в аркаду уже стреляться. Ничего не боится. Вся, поверил после этого раунда. Но периодически это бывает ошибочно. Логан. Шел поглубже. Мэнник. Ну, я не знаю, что они тут собираются сделать. Это выход на Б-плэн. Наконец-таки они попробуют щупать Симпла, потому что из краундов они не хотели. Да, Эдвард выходит. И он! Делает два килла, легко и просто все у него получается. Саша! Простой. Стоит на совершенно простой позиции. Саша с ОВП. Тут уже... Хотя его отмочили. Но не получил слик. И можно брать, можно цепляться французам. Маленький Бразилия против Флэйми. Флэйми достает свой большой зеленый. Начинает отстреливать против одного. Надо работать против второго. Не получается здесь, но... И мы знаем, что ОЛДЛС получится поставить бомбу. У Дэвил красный. Здесь одна флэш электроника, вот она, флэш пошла. Выход. Ничего не ослепляет. Мейник все еще стоит на платформе. Все всего минусует. У Дэвила очень мало шансов. Одного хэдшотт, одного электроника, сразу же на размене. И заберет эту бомбу. Это 16-6. Нави побеждает на этом упомрачительно скучном Дэнферно. По-моему, у Энвис они тоже выиграли с таким же счетом. Все французы берут 6 фрагов. Ну, или 5 там было. Неважно. Что-то... Важно. Самое главное, что очень-очень грустно с точки зрения ЛДЛС. Казалось бы, на первой половине были какие-то шансы. На атаке их убили практически полностью. От начала до конца. И даже пистолетный раунд, который они, казалось бы, брали, все-таки им не помог. И да, там на Фортбайе были пару-трех хороших моментов. Но это все уже в прошлом. Впереди ждет интереснее карта намного, где Нави смотрится не так круто, как на Инферно.